Сельское хозяйство Не так давно в начале месяца прошла 18-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016». Каковы ее краткие итоги и какое они значение имеют для нашего города? Да, действительно, с 5 по 8 октября в городе Москве на ВДНХ прошла Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016». Она приурочена к празднику, который отмечался 9 октября, Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Организатором ее выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Она проходила уже 18-й раз. Данная выставка показывает достижения отрасли сельского хозяйства различных регионов. Та, которая проходила с 5 по 8 в этом году, на ней было представлено порядка 64 регионов. Хочу сказать, что от города Героя Севастополя тоже мы принимали участие. В этой выставке принимали участие три наших производителя. Были представлены три завода, занимающиеся винодельческой продукцией. Это торговая марка «Золотая балка», завод «Инкерман», а также севастопольский завод шампанских вин. Данная выставка подытоживает урожай, подытоживает ту ситуацию, которая складывается на текущий период. На ней также были представлены... То есть там есть возможность представления всей современной сельскохозяйственной техники, которая производится у нас в России. Кроме этого, оборудование для перерабатывающей промышленности и так далее. То есть я хочу сказать, что впервые департамент сельского хозяйства и вообще Севастополь был представлен в таком формате. То есть у нас был отдельный стенд. И то есть высоко оценили нашу продукцию. Я хочу вам сказать больше. Буквально перед выездом к вам на эфир поступило обращение от жителя города Москвы на электронный адрес правительства Севастополя о том, что они... Вот он проходил на выставке, был на этой золотой осени, на экспозиции. Вот увидел о том, что в городе Герой есть такие замечательные предприятия, которые производят и тихие вина, и игристые. И сетовал на том, что надо все в Москве сделать представительство, а отдельно магазин марочный такой, чтобы представлял город Герой. Конечно же, мы рассмотрим это заявление, но вместе с этим хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть предприятие, торговый дом «Балаклава», который расположен в Москве и занимается продвижением продукции завода «Золотая балка». То есть мы потихонечку начинаем заявлять себя уже не только в регионе, в Крыму и Севастополе, но уже и на материковой части Российской Федерации. Ну а есть еще какие-то важные новости именно касающиеся виноделия? Да, конечно же. Вообще в рамках этой выставки там было порядка 40 научных сессий по разным направлениям. Это и животноводство, это и развитие малых форм хозяйствования, и кооперация. Ну и конечно же была представлена секция виноградарства виноделия, на которой присутствовали Всероссийский союз виноградарей и виноделов, заместитель министра сельского хозяйства, департаменты профильные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ну и конечно же участники этого рынка Всероссийской Федерации, и Кабардино-Балкария, и Крым, и Севастополь, и другие там, где эта отрасль развита. Конечно же говорили о том, что на сегодняшний день идет большая поддержка государства в части развития виноградарства виноделия. На сегодняшний день вообще виноградников количество во всей Российской Федерации порядка 86 тысяч. Но ранее, до 1985 года, мы все знаем, это мероприятие, которое проводилось по вырубке виноградников после 1985 года, их было порядка 240 тысяч. То есть видите, у нас есть куда стремиться. И конечно же обсуждались насущные проблемы. Но вместе с этим хочется сказать, что благодаря Федеральному центру поддержки, а также нашим местным законодателям и правительству, у нас сегодня идет большая поддержка виноградостного виноделия в виде компенсации на понесенные затраты тем, которые занимаются в этом направлении. Порядка до 80% мы компенсируем, согласно той программе, которая принята в Севастополе, до 80% мы компенсируем затраты, например, на закладку и раскорчевку старых выбывших виноградников, на закладку новых, на шпалеру, ну и так далее. Ряд направлений, это достаточно большая помощь. Конечно же, она стимулирует развитие наших предприятий, которые находятся в регионе. Так что эта работа ведется и достаточно активно. И учитывая наши климатические условия, конечно же, этому направлению мы большое внимание оказываем. Вы уже упомянули, что выставка была приурочена к Дню работников сельского хозяйства и твоей перерабатывающей промышленности, а как этот день в Севастополе отметили? Смотрите, в связи с тем, что так принято и в Российской Федерации, что праздник является второе воскресенье октября. В этой связи торжественные мероприятия у нас будут проходить в четверг. В этот четверг на Ленина 25 в нашем торжественном зале, там будут представлены все наши работники села, труженики, будут проходить торжественные мероприятия. Конечно же, будут отмечены почетными грамотами и благодарностями от губернатора города Севастополя, а также от законодательного собрания. То есть, кроме этого, хочу сказать, что в этом году у нас четыре человека по нашему ходатайству получат именные награды от Министерства сельского хозяйства. Те люди, которые работают. Это и трактористы, и все, кто заняты в этой отрасли, а также сотрудники, конечно же, и департамента. Ну, то есть, праздник еще впереди. Праздник впереди и еще же, я говорю, с выступлением наших творческих коллективов. Так что в 14 часов у нас торжественное мероприятие будет проходить на Ленина 25. Я знаю, что был объявлен второй конкурс по грантовой поддержке начинающих фермеров, но также знаю, что прием заявок уже закончен. Вот какие-то промежуточные итоги, сколько заявок подано и в какие отрасли они сельского хозяйства затрагивают? Да, действительно, у нас в этом году, хотел более подробнее на этом остановиться, у нас в этом году запланировано было восемь грантов, четыре из которых уже доведены крестьянско-фермерским хозяйством. И вот сейчас мы приняли документы. У нас 25 октября будет проводиться конкурс комиссионно. На сегодняшний день подано, у нас четыре места осталось, на сегодняшний день подано пять заявок. Это четыре из которых, это вот в отрасли растеневодства, это ремонтантный проект по ремонтантной малине, которая плодоносит несколько раз в год. Это и выращивание вешенок в тепличных условиях при естественном свете. Это и у нас посадка фундука. То есть вот 25 числа комиссия будет рассматривать эти все документы и принимать соответствующие решения. Я уверен, что в любом случае эти средства будут доведены на развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Ну а какие критерии отбора? Все-таки грантов четыре, а вот допустим заявок пять. У нас есть порядок, он опубликован на сайте и правительства, и на сайте департамента сельского хозяйства. Там есть ряд условий, которые, конечно же, должны быть соблюдены при подаче заявления и подаче документов на участие в этом конкурсе. Это, например, человек должен иметь, например, высшее образование или работать в отрасли сельского хозяйства не менее трех лет. Это следующее условие, например, он не должен быть участником других программ или других грантовых каких-то мероприятий, которые другими органами власти проводятся. То есть еще ряд направлений, где он должен соблюдать. Кроме этого, конечно же, в данном случае у нас грантовая поддержка составляет 1,490,1 миллиона рублей. 250 тысяч – это на бытовое обустройство. И, конечно же, условием является, на каждые 500 тысяч крестьянское фермерское хозяйство должны создать по одной единице рабочей силы. То есть три человека должно быть. То есть мы хотим и вовлекать все-таки в это направление людей для создания рабочих мест. Ну и также, конечно, в течение 18 месяцев эти средства должны быть реализованы. Они подотчетны, это бюджетные средства. На условиях софинансирования 95% – это федеральные средства, и 5% – это наши субъектовые средства. И есть ряд условий, можно с ними ознакомиться на сайте департамента или на сайте правительства. Но в будущем году планируется такой же конкурс? Да, конечно же, мы планируем. Я вам больше скажу, что мы планируем на следующий год порядка 18 мест. То есть значительно больше. Да, мы сейчас защищаем это, да, и при формировании бюджета. И здесь на нашем уровне, и, конечно же, перед Москвой, потому что это все-таки, повторюсь, софинансирование. И, конечно же, мы хотим развивать это направление, потому что на самом-то деле мы прекрасно понимаем, что с учетом того, что у нас земель сельскохозназначения не так много, как в других регионах, да, конечно же, и учитывая, опять же, наши климатические природные условия, мы делаем все-таки ставку на вообще в Севастополе в целом. Это на развитие виноградорства виноделия, о котором мы говорили, на развитие малых форм хозяйствования, это вот крестьянско-фермерские хозяйства, это кооперация, на которой мы тоже работаем. Ну и, конечно же, это рыболовство и марикультура. Так что мы на следующий год планируем порядка более заложить средств для господдержки, для субъектов хозяйствования. Ну вот уже упомянули о марикультуре. Здесь новости говорят о том, что и специалисты из других регионов, даже из других стран, которые будут принять в этом участие. Какие-то конкретные решения приняты или когда будут приняты? Ну, хотелось бы остановиться на следующем. У нас буквально вчера открылся в городе Севастополе открылся Азово-Черноморский бассейновый рыбопромысловый совет. Это очень большое мероприятие, на котором присутствует и Министерство сельского хозяйства Краснодарского края, и Ростовской области. Это научные организации, которые институты, то есть наука, это их представители Росрыболовства. Вот они инициаторами выступили, мы поддержали. Здесь как соорганизаторы вы выступили этого направления. Вот сегодня последний день. И, конечно же, эту тему мы развиваем. Что касается того, что вы говорите, иностранных граждан и средства массовой информации. Буквально на позапрошлой неделе, если мне не изменяет память, в правительство Севастополя обратилась компания из Сахалина о том, что хотят заниматься марикультурой. И при поддержке и с участием заместителя губернатора Панамарева Ильи Вячеславовича мы эту делегацию приняли. Вместе с этими товарищами, которые приехали из Сахалина, в их делегации присутствовало три представителя Китайской народной республики. Это тоже люди науки, они из Дайлянского университета биоресурсов. Они активно ведут работу на Дальнем Востоке. И, конечно же, заинтересованы развивать это направление у нас. У нас очень, на самом-то деле, достаточно хорошие условия для развития и устриц, и мидий, и по солености, и по течению, и по температуре. Это направление для нас достаточно большим является приоритетом. Мы договорились о том, что до 15 ноября они уже сформируют свое видение по нашему региону. Кроме этого, мы организовывали этой делегацией встречу с нашим институтом, Инбюмом, с нашими представителями науки. И хочу вам сказать, что они отметили достаточно высокий уровень наших специалистов, как мы вообще продвинулись, с учетом того, что 25 лет не совсем вкладывалось в Севастополе в науку, средства. Но, тем не менее, на достаточно хорошем уровне, можно сказать, на энтузиазме у нас все это очень хорошо развито. И они были поражены, конечно же. И вот мы ждем от них уже... Зам. губернатора поставил конкретную задачу. То есть, ну и сроки, что вы хотите, мы готовы рассмотреть, мы открыты. То есть, вот они должны сформировать. Кроме этого, конечно же, хочется сказать о том, что у нас в Севастополе также принята государственная программа развития рыбохозяйственного комплекса. У нас на этот год запланировано порядка 12,5 миллионов рублей. Хочется сказать, что в прошлый четверг на заседании правительства мы внесли ряд корректировок по доведению этих средств до субъектов хозяйствования ввиду того, что у нас содержали определенные недочеты в плане того, что, например, у нас эта программа подразумевает компенсацию процентных ставок по кредитам. Одно направление. Второе, компенсация на покупку корма. И компенсация, например, на покупку малька, рыбопосадочного материала. Но с учетом того, что... И вот вернусь к тому, что мы делаем акцент на развитие и марикультуры в виде устриц, мидий и так далее. Мы внесли изменения, что компенсируем и устричный спад. И вот 17-го, 10 дней с момента принятия данного постановления, 17-го октября, мы уже объявляем конкурс и начинаем принимать документы от субъектов хозяйствования, которые будут претендовать на эту государственную поддержку. И убежден, однозначно мы эти средства доведем до наших получателей для того, чтобы эта тема развивалась. Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, у нас остается меньше минуты. Но в заключении я предлагаю коротко коснуться новой программы развития сельского хозяйства в городе. Вот на какой стадии находится создание проекта? Ну, у нас по поручению губернатора города Севастополя до 17-го числа все программы вообще в городе Севастополя должны быть сформированы, переделаны, откорректированы. И у нас те программы, о которых я говорил, это и развитие рыбохозяйственного комплекса, развитие сельских территорий, развитие сельского хозяйства. Вообще в Севастополе мы объединяем ее в одну. Но вместе с этим хочется сказать, что вот буквально в пятницу из Минсельхоза Российской Федерации пришел документ, унифицированная форма госпрограммы, которую мы должны точно так же составить. Она единообразна теперь в этой отрасли по всем субъектам Российской Федерации и с ними согласовывать. И, конечно же, эту работу мы проведем, укрупним и отдадим на согласование всем заинтересованным органам. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сегодня спасибо, что пришли в студию и поделились актуальной информацией. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи в эфире информационного канала Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин